Избирательная комиссия Приморского края готовит новую схему региональных избирательных округов, так как ранее было решено увеличить количество одномандатных округов на выборах 2021 года. Вместо 20 их станет 30. По словам савторов законопроекта, это позволит выстроить адресную работу с избирателем. Как известно, депутат одномандатник, то есть депутат, который работает на конкретном округе, он всегда ближе к людям, всегда ближе к избирателям. То есть мы сейчас уже говорим про плюсы, про преимущества для избирателей. То есть они будут голосовать не за партию, руководитель, который сидит где-то в Москве или в лучшем случае во Владивостоке, а за конкретного человека, за конкретного кандидата, которого вот они увидят. Стоит отметить, что существующая нарезка округов, по мнению политиков, неудачна и ее нужно менять, так как в один округ входят территории, которые достаточно сильно отличаются друг от друга по экономическим и географическим характеристикам. Например, к избирательному округу номер 4 относятся части Фрунзенского, Первореченского, Первомайского районов Владивостока, в том числе островные поселки Попово и Рейники. Однако к этому же избирательному округу относятся территории острова Русский, село Береговое и весь Хасанский район. Я считаю, должны быть городские округа, должны быть краевые или деревенские округа, которые маленькие, понятные, компактные, где люди живут своей жизнью и с ними должен работать депутат и помогать им на конкретном округе. По новым правилам избирательных округов станет больше, но в целом каждый округ станет гораздо малочисленнее. Если раньше на одной территории было порядка 80 тысяч избирателей, то будет как минимум на 20 тысяч меньше. Соответственно, упрощается избирательная кампания. Раньше нужно было на большой территории охватить большое количество избирателей, то сейчас, безусловно, почти, еще раз говорю, почти на треть уменьшается количество избирателей. А для того, чтобы быть избранным на этом округе, достаточно только, ну, скажем так, набрать большинство. Учитывая, что у нас приходит, ну, как говорится, самый большой предел это четверть избирателей, набрать даже половину от четверти, это всего лишь 12,5% от всего количества избирателей. То есть, 10% избирателей вы приводите стабильно на голосование, и вы уже победитель. Эксперты отмечают, что поправки не дают преимущества какой-либо партии. Они лишь позволят каждому депутату лучше донести свою позицию до своего избирателя и в дальнейшем качественно выполнить обещанное. Алина Черненко, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.